Крупную партию контрафактного алкоголя, который дельцы собирались продать в преддверии праздников, изъяла полиция в Орловской области. Более трех тысяч бутылок с суррогатом и семь тонн сырья отправили на лабораторные исследования. Уже с 1 января, говорят специалисты, выявлять подделки будет значительно проще. К единой государственной системе учета алкоголя подключатся все оптовые продавцы, а впоследствии уже обычные магазины и бары. Продать нелегальную продукцию будет просто невозможно. Как работает система, узнал Павел Краснов. Даже внимательный покупатель едва ли заметит, что бутылку на кассе продавец сканирует на пару секунд дольше обычного. К системе электронного учета продажи алкоголя этот магазин подключился, не дожидаясь ее официального запуска. И сейчас все действия кассиров уже отработаны до автоматизма. Сканируем штрих-код. Касса спрашивает, сканируйте акцизную марку. Сканируем акцизную марку. Появляется наименование товара и цена. Этот кассовый аппарат связан с ЕГАИС. Так сокращенно называется Единая государственная система учета алкоголя. Она хранит информацию о каждой легально выпущенной или ввезенной в Россию бутылке. И если акцизная марка окажется поддельной, сделка не состоится. Если номер не зафиксирован в системе ЕГАИС, то, соответственно, эта бутылка через кассовый аппарат продана быть не может. Тем самым ЕГАИС выполняет свою главную задачу ставить заслон к контрафактному алкоголю. Эта система, она как раз позволит обеспечить нахождение в магазинах, на прилавках и в ресторанах только легальные алкогольные продукции. И здесь на месте потребителя, наверное, как раз и нужно в первую очередь поинтересоваться, подключилась ли организация к ЕГАИС, чтобы иметь гарантии, что в этой торговой точке ты покупаешь качественный легальный продукт. Впервые система ЕГАИС заработала в России еще 10 лет назад, но только для производителей спиртного и его импортеров. Теперь с 1 января к ней должны подключиться оптовые продавцы, а еще через полгода розничные магазины, бары и рестораны. В результате система приобретет законченный вид, когда отследить можно путь каждой бутылки от завода и до прилавка. Для обычного клиента процесс покупки практически не изменится. Отличие будет только одно. В кассовом чеке магазина, подключенного к ЕГАИС, можно будет найти специальный код, позволяющий узнать всю информацию о купленной бутылке. Для продавцов нововведения тоже носят технический характер. К тому же на отладку системы у них есть еще полгода. И только закупку спиртного у оптовиков фиксировать в ЕГАИС придется уже в январе. Но именно из-за этого в канун праздников пошли разговоры, что алкоголь может скоро исчезнуть из продажи. Дескать, торговцы к работе с ЕГАИС не готовы. Для таких опасений, уверены в правительстве, нет оснований. Я вот эту небольшую истерику, панику отношу больше к маркетинговому ходу. То есть часть оптовых организаций таким образом пытаются заставить своих покупателей, как можно быстрее скупить ту продукцию, которая у них копилась на складе. Это красивый маркетинговый ход. И, собственно говоря, просто надо на эту удочку поддаваться. В правительстве уверяют, что первое время в любом случае не планируют наказывать продавцов за возможные ошибки в работе с системой. Так что ее запуск должен стать безболезненным. К тому же перед праздниками магазины все равно закупили товар про запас. А потому отмечать Новый год без спиртного россиянам точно не придется.